Привет, друзья! Рядом со мной сидит Евгений Апарышев, он же имбэйфоксопенстрелок. Жень, привет! Привет! Мы сейчас находимся в Киеве. У нас здесь будет буткэмп на протяжении трех дней, где ребята будут тренироваться к следующим турнирам, к клан-турнирам, которых будет большое множество. Жень, ну давай с такого вопроса, банального достаточно. Ты у нас уже в команде два месяца с небольшим два с половиной. Как тебе вообще нравится, доволен после маузов? На самом деле я очень доволен, я не ожидал, что будет такое. То есть я знал, что будет хорошо. Но чтобы не было вообще никаких нареканий, такое, наверное, у меня в карьере впервые. То есть, когда я присоединялся в какую-то команду, всегда там было лучше, чем предыдущие, особенно в первые месяцы, разумеется. Но нарекания какие-то были, просто плюсы им брали вверх. Пока что все просто замечательно. Отлично, я очень рад этому. И совсем недавно ты свой проект начал новый, который называется «Амбициозный сервен». Я думаю, что вы все его уже видели, смотрели Женины стримы. И вот хотел бы задать себе какие-то вопросы. Как вообще ты... Цель твоя — это топ-1 MLG, да? Все верно. И скажи, вот, к сожалению, ты не смог упасть на первый сезон «Насло», но помнишь, что на своих стримах, которые были экстремально терран, ты говорил, что вот «Дримхак», который был до «Насло», для меня это была лишь репетиция некоторая. Вот, репетиция перед «Наслом», перед огромным турниром. А сейчас впереди, перед тобой, будут турниры в Кёльне, это Сенхайзеры финалы, то есть там же XMG Cup. Перед тобой летняя ассамблея, самая ассамблея 2011. Вот ты к ним относишься как? Тоже как к тренировке перед MLG или по-другому? Меня турнир «Насло» приучил к тому, что готовиться на один турнир — это очень-очень опасно, потому что из-за того, что я не поехал на «Насло», я, во-первых, себе испортил «Дримхак», потому что поставил так подготовку, чтобы «Эпик Форум» пошел к «Насло». Во-вторых, я очень сильно сделал себе минус мораль, потому что, когда ты готовишься к чему-то, ты чем-то жертвуешь, и в результате ты ничего из этого не получаешь. Очень неприятная была ситуация. Именно поэтому, несмотря на то, что я стараюсь выстроить свой «Эпик Форум» к MLG, я другими турнирами жертвовать не собираюсь. Понял. Твоя точка мнения очень понятна и ясна. А вот ближе к твоему проекту, амбициозному терману, и ближе к твоим вообще тренировкам, я не буду задавать такого очевидного вопроса, сложно это или нет. Естественно, всем понятно, что это очень сложно физически, морально. И я порой захожу, включаю твой стрим, и ты достаточно устал, а не сидишь такой напряженный. Как тебе удается с этим справиться? Тяжело это? Когда я делал изначально свой проект «Амбициозный терман», я знал, что будет тяжело. Но у этого проекта, что главное было, это цель. Была четко, ярко поставленная цель. Это топ-1 MLG. И поэтому, с точки зрения усталости, это, конечно, тяжело, но есть цель. А если есть цель, то понятно, ради чего ты, собственно говоря, идешь-то. — Понятно. А вот ты на своих тренировках, ты очень достаточно сейчас много стримишь. Регулярные стримы с утра и вечером. То есть мне порой даже мои знакомые говорят, что вот я вроде ложусь спать, стрелок стримит. Просыпаюсь где-то, включаю там стрим, а стрелок снова стримит. Вот ты на стримах как собираешься тренироваться с помощью ладера только? Потому что, насколько я знаю, очень многие игроки, если им говорить, что, ребят, я играю на стрим, они отказываются категорически, что вполне понятно, потому что они политистраты, не хотят никто. Вот как ты с этим борешься? Изначально планировались играться на стрим абсолютно все ладерные игры. И та часть кастомных игр, где ребята не были бы против. Но потом, как вы видели, у меня немножко изменился формат. Это прежде всего было связано с тем, что стримы, они мало того, что падают игры, они еще очень сильно утомляют. Вроде бы кажется, ты ничего не говоришь, но ты знаешь, что за каждым твоим действием смотрят несколько тысяч человек. И сама эта атмосфера заставляет тебя постоянно быть очень сильно напряженным. И поэтому нервное переутомление после этих стримов – это, конечно, очень большая гадость. Цель, еще раз повторюсь, топ-1 MLG. Нет цели устроить, как в экстремальном террани шоу. Здесь есть цель топ-1 MLG. Если нужно будет пожертвовать большой частью стримов, я и пожертвую. То есть я еще раз повторюсь, да, стримы, я понимаю, что хочется смотреть, да, что я действительно пытался начать так, чтобы все игры стримились, показывались, но не работает так. Поэтому будет составлено четкое расписание стримов, да, будут дни, когда стримы будут идти, и будут идти даже на ледерные игры, но будут дни, когда стримов не будет, не потому что я не играю, я свои слова обратно не беру, 7 часов в день я буду отыгрывать железно, когда я не нахожусь в поездках. Но на стримы я их играть не смогу. — Понятно. Вот, ну, да, я согласен с тобой, и на Team Liquid неоднократно бывают случаи, когда вот есть люди, которые действительно докапываются до игроков, которые постоянно смотрят стримы, и, допустим, если там какой-то экран там браузера, интернет, они скринят обязательно и смотрят, на какие сайты ты заходил, и очень часто на этом подкалывают людей. И насколько я помню, даже был инцидент, когда двух игроков дисквалифицировали из-за того, что они там какие-то то ли деньги делили, то ли какое-то место там себе машины, что-то такое было. Вот, такой к тебе вопрос. Ты вот пообещал, сказал такую фразу, действительно, здравая мысль выразилась, что здоровом теле – здоровый дух. Сколько примерно времени ты в день занимаешься спортом? Вот ровно один час, как ты обещал в своем видеообращении, больше, меньше, и чем ты занимаешься? На стримах обещал один час. Скажу честно, что вот, когда я начал стримы делать, когда делал, действительно, вот стримы по 9-10 часов, это были первые несколько дней, это все закончилось небольшим, слава богу, нервным переутомлением. И вот я банально не мог даже спортом заниматься, потому что полностью высасывал все силы. Как только вот более-менее пришел в себя, да, сейчас снова возобновил спорт, час в день больше не надо, потому что нужно понимать, что профессиональные спортсмены, которые действительно занимаются спортом очень много, они спят два раза в день, у них сон, наверное, часов 12 в день, я точно не скажу, но спят они действительно дофига. И, соответственно, я себе не могу, во-первых, позволить столько спать, да, и мне не очень хочется этого делать. Поэтому час в день – это вот то, что надо. Теперь о том, чем я занимаюсь. Опять-таки, поскольку я киберспортсмен, мои руки должны быть, наверное, самое хорошее слово – это чувствительные. То есть я должен чувствовать мышку, они ни в коем случае не должны быть перекачаны, поэтому на руки я почти ничего не беру. У меня в основном идет гимнастика и беговые упражнения на выносливость. Вот выносливость – это то, что обязательно мне надо. Понятно, Жень. Вот что хотел тебе спросить я. Сейчас очень большое количество людей, игроков едут в Корею, вот, там тренируются. И я думаю, многие, вот я читал комментарии к новостям, спрашивали, почему стрелку предлагали поехать с командой FX Open, которая американская, но он отказался. Соответственно, к тебе вот такой вопрос, достаточно глобальный. То есть как ты к этому относишься? И вот почему ты сам не поехал, не выбрал такой путь? Вопрос достаточно глобальный. Значит, что тут можно сказать? Для себя я Корею окончательно не закрываю. Сказать, что я никогда не буду Корея не для того, чтобы сыграть какой-то маленький трехдневный турнир, а чтобы остаться там несколько месяцев, я не могу. В планах нечто похожее есть. Но есть масса проблем. Первая проблема – это менталитет. Корейский менталитет и наш менталитет очень разные. Для них то, что я говорю, например, пренеровочная практика 7 часов в день – это мало. Потому что у них совсем другая философия игры идет. У них очень непростые отношения, для меня непростые отношения между тренерами и игроками. Вспомним недавнюю ситуацию с Пумой и его подписанием контракта с ЕЖ. То, что для западного менталитета нормально, то есть разговор с игроком напрямую для восточного менталитета ненормально. То есть поэтому тренер и вся Корея так и получились против Пумы. Знание корейского языка, оно нужно непременно. То есть без корейского языка ехать в Корею – это просто абсурдно. Это вы ничего не получите абсолютно. И если эти проблемы удастся решить, вполне возможно. Если команде, в которой я сейчас нахожусь, MbfxOpen, будет интересно либо поехать всей командой, либо чтобы я поехал в Корею, и эти проблемы будут решены, возможно, вы меня там увидите. Но в самой ближайшей перспективе такого не будет.